Когда у взрослого человека обнаруживается рак, это большое горе. Когда страшный диагноз ставится ребенку, это трагедия. К счастью, по данным статистики, злокачественные опухоли занимают весьма скромное место. Исключение составляет разве что лейкоз, или, проще говоря, рак крови. При ряде заболеваний, и прежде всего при раке крови, спасти жизнь пациента может только пересадка костного мозга. В большинстве случаев это пересадка от неродственного донора. Однако подобрать неродственного донора очень сложно. Для каждого из нас генетически совместимым оказывается примерно один человек из десяти тысяч. Чтобы решить эту проблему, в мире с 1974 года активно создаются регистры потенциальных доноров. В России есть организация, способная решить данную проблему. Ее название «Русфонд». Занимаясь поиском решения проблемы и искав партнеров по всей России, Русфонд вышел на Казанский федеральный университет. Сейчас обе стороны планируют реализовать совместный проект и открыть регистр доноров костного мозга, где потенциальные доноры смогут сдать клетки своего костного мозга для своих генетических близнецов. Национальный регистр костного мозга, идея создания его была несколько лет, возникла благотворительная организация «Русфонд». И эта идея в том, что чем больше людей войдут в этот регистр и сделают анализ по подбору доноров костного мозга, тем быстрее будет людям, которые нуждаются в пересадке этого, при онкологических заболеваниях, найти себе подходящего донора. У нас порядка 4-5 тысяч потребностей пересадок по стране, и мы чрезвычайно благодарны Казани и Казанскому университету за то, что они откликнулись на наше предложение. Казанский университет выбран в качестве партнера не случайно. Наличие высокотехнологичной инфраструктуры, лабораторий, имеющих возможность проведения типирования образцов, стало одним из основных аргументов начать сотрудничество. Формирование регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан, учитывая уникальное генетическое разнообразие населения, поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре найти неродственного донора, спасая тем самым сотни и, может быть, тысячи людей. В Казани проект реализуется по следующей схеме. Университет предоставляет техническую базу, а благотворительный фонд обучает специалистов и выделяет финансирование. И для того, чтобы создать этот национальный регистр, нужна была инфраструктура, которую Русьфонд искал в Российской Федерации. И, к счастью, в Казанском федеральном университете есть такая инфраструктура. У нас есть машины, которые способны на большое количество типирований, на большое количество анализов проводить эти исследования. И Русьфонд несколько лет назад обратился в КФУ, рассматривая нас в качестве партнеров, чтобы создать некое предприятие. Сотрудничество между КФУ и Русьфондом будет крепнуть. Русьфонд считает, что национальный регистр должен расти в пятеро быстрее, чем сейчас. Надо довести прирост доноров до 50 тысяч человек в год. И проблема тут не только в материальной базе, но и в самих донорах. В России сотни тысяч людей готовы стать донорами костного мозга. Значит, нужны десятки донорских центров, способных не только принять волонтеров на типирование, но и забрать костный мозг. Донору должно быть удобно, центр должен быть под рукой. Все эти и многие другие вопросы совсем скоро снова станут центром внимания в Казанском университете. Уже в ближайшее время Альма-Матер посетит президент Русьфонда, подробности с визита которого мы расскажем вам в наших ближайших выпусках. Аделя Шамилова, Универньюз.